На этой неделе мы слышали высказывания разных лидеров Запада, европейских стран о том, что уровень террористической угрозы возрос и что очень важно мобилизоваться. И тут также слышала от некоторых экспертов еще одну параллель с терактом 11 сентября 2001 года в США, когда Россия заявила, что мы же как раз в Чечне и боремся с этими суицкими исламистами, теми, которые совершили теракт в США, и после этого получили в определенной степени карт-бланш на то, чтобы уничтожить Чеченскую республику во Второй Чеченской войне. Может ли сейчас Россия воспользоваться этим страхом Запада перед возрастающей террористической угрозой со стороны ИГИЛ и каким-то образом перезапустить отношения с Западом, поехать, например, на Олимпиаду в Париж, помочь им там следить за, выявлять террористов? Вы знаете, вот такого рода намерения, такого рода и с другой стороны, то, что с российской стороны такая попытка делается уже, это очевидно, это очевидно, это входит вот в перечень тех бенефиций, которые Путин пытается получить от этого теракта, бесспорно, здесь вы абсолютно правы, но и какие-то даже некоторые проблески ответов подобного рода слышатся, то есть как-то вот удивительное дело Макрон, который в последнее время демонстрирует такую очень правильную риторику, но вдруг неожиданно сказал, что да, вот может быть нам надо посотрудничать с Путиным по поводу борьбы с терроризмом, это вообще какая-то, ну просто какая-то ужасная вещь, просто вот, знаете, как, говоря языком Швондера, это какой-то позор, вот, просто что-то несусветное, как это так? Главный террорист планеты, который на самом деле совершает теракты ежедневно, и вот с ним сотрудничать, ну это дикая совершенно вещь, я надеюсь, что это, я надеюсь, что это он сгоряча, очень надеюсь, хотя, в общем, подозревать политика такого масштаба, как Макрон, что он там что-то делает сгоряча, это, конечно, не очень прилично с моей стороны, но я другого объяснения этому не вижу, ну не может быть такой провал в сознании, значит, что касается, и я думаю, что этого ничего не будет, вот того, о чем вы говорите, того, о чем, на что надеется Путин, я думаю, что это не произойдет. Да, конечно, ситуация, при которой Путину кто-то там пишет телеграммы соболезнования, ну не ему лично, а российскому народу, вот, что столько потерь, такой жестокий теракт, ну это все дежурные истории, понимаете, это как, знаете, как широкая голливудская улыбка, американцев, фирменная, это совсем не значит, что они вас все очень любят, вот, наивность, конечно, можно так считать, но это недолго. Так вот, есть совершенно очевидный, все-таки очевидный настрой общий, я не думаю, что Путину удастся пробить брешь вот в этом, так сказать, по крайней мере в отношении Запада, в отношении других стран, ну так оно и есть, так оно и было, то есть всегда понятно, что страны евроатлантической цивилизации, в общем-то, достаточно четко поняли хуй из мистер Путин и на этот вопрос закрыт. А что касается остальных, там, глобального юга, или так еще более широко скажем, глубинного человечества, имея в виду не только юг, но и восток, то здесь, в общем-то, все осталось как есть, то есть с Путиным прекрасно и сотрудничали, и будут сотрудничать Китай, Индия, страны Африки, Латинской Америки, ну, по крайней мере, там, кроме, может быть, Аргентины, еще нескольких стран. То есть на самом деле мне представляется, что все осталось на том же уровне. То есть Путин очень надеялся, что этот теракт, он позволит пробить брешь в изоляции, но не думаю, что это произошло. Тут вы вспомнили про Макрона, на этой неделе также вдруг высказался забытый нами бывший канцлер Германии Шрёдер, ну, это безотносительно к теракту, а в целом он, ну, если так скомпоновать его спич, можно сказать, что у меня же есть хорошие дружеские отношения с Путиным, и когда-то они помогали нам урегулировать какие-то конфликты. Почему бы вот сейчас опять нам не возродить эту практику? Примерно так. И интересно, что одновременно с этим, тоже параллельная история, чешская контрразведка заявила о том, что выявлена российская сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент. После этого и канцлер Бельгии говорил о том, что действительно были в Европарламенте депутаты, которые получали деньги от России за распространение Роспропаганды. Но вот интересно, что не называются имена таких выдающихся людей, как Шрёдер, возможно, французская оппозиционерка Мари Люпен, возможно, даже Меркель. А как вы думаете, будем ли мы когда-нибудь свидетелями того, что будут опубликованы данные со стороны официальных лиц государства, данные о их связи с Россией? Не знаю. Это вопрос гадания. То есть вы мне предлагаете сказать, будет ли опубликовано. Это зависит от очень многих обстоятельств. Вот тут скорее я о трендах призываю вас поговорить. Расследование такого рода в отношении целого ряда политиков завданных, точечное расследование есть. Ну, в частности, вот член Европарламента Жданок, она уже является, это Латвия, она уже является объектом расследования. То есть там идёт своё внутреннее расследование в Латвии, то есть идёт расследование в Европарламенте, так что вот отдельные точечные вещи они будут. Но в целом... Это птицы не того полёта. Ну, слушайте, это, знаете, это для вас не того полёта. Она постоянно, я согласен с вами, но, понимаете, она постоянно участвует, она как? Она депутат Европарламента, она постоянно участвует в этом, в Соловьином помёте, значит, в этих программах Владимира Соловьёва. То есть она тут воспринимается в России, воспринимается как птица очень даже того полёта. Ну да, я с вами согласен. В целом это милость. Если всерьёз говорить о большом таком расследовании, ну, там, наподобие того, как, скажем, вскрывались архивы спецслужб, скажем, в Чехии, в Польше, когда большое количество, так сказать, вот агентуры, агентуры спецслужб выявлялось, и, в общем, людей увольняли, привлекали к суду и так далее. Это возможно, с моей точки зрения, только тогда, когда будут всё-таки... Если и когда путинская Россия исчезнет как государство, как режим, будут вскрыты архивы, выявлены, так сказать, все вот эти вот скрытые, это очень большой вопрос. То есть, на самом деле, и здесь я не уверен на сто процентов, что вот такого широкого разоблачения масштабного захотят западные элиты. Вот я в этом не уверен. Потому что там может скрыться такое, что затронет, что приведёт просто к тектоническим изменениям в западном сообществе, в западной политике. Там могут скрыться вещи, которые потрясут просто основы. Потому что, ну, слушайте, путинский режим принципиально отличается от всех предыдущих тоталитарных фашистских режимов тем, что он создал такую гигантскую коррупционную схему по всему миру. И, ну, вот вы упомянули Шрёдера, это вот самая верхушка айсберга, даже не верхушка, а просто какая-то точка на этом айсберге. Потому что особенность путинского режима, что он располагал абсолютно беспримерными, бесконтрольными суммами для подкупа политических элит и не только политических, медийных элит, общественных деятелей по всему миру. И, несмотря на то, что, конечно, Россия намного меньше, обладает намного меньшими финансовыми ресурсами, но ни одна страна мира не обладает такими бесконтрольными. То есть, Путин практически является хозяином всех богатств, которые есть в России. Всего бюджета и всех денег, и всех материальных богатств. И он может тратить на подкуп любые суммы. И эти суммы тратились. Поэтому, ну, вот есть просто... Ну, понимаете, что надо сделать было с шахматным миром для того, чтобы ни один чемпион мира по шахматам не смог выиграть битву за президентство Всемирной шахматной ассоциации у Илюмжинова. Но вот где Илюмжинов и где Каспаров? Илюмжинов выигрывает у Каспарова. Где Илюмжинов и где Карпов? Чемпионы мира с огромным авторитетом в шахматном мире. Но, вот благодаря тому, что просто, ну, просто на корню скупили все шахматные федерации, просто ходили, так сказать, и как сеятель. Разбрасывали деньги. И в результате шахматный мир проголосовал за Илюмжинова. Понимаете? Ну и все. И как? Это я привожу такой не знаю. А что произошло с Олимпийским комитетом? А что происходит с политиками африканских стран? Ну, там просто на корню скупаются люди, и все. А Европа? С Европой тоже происходит очень интересная вещь. А гигантская программа валдеизации экспертного сообщества. Создание огромного количества медийных ресурсов, которые полностью подконтрольны путинскому режиму. И если это все вывалить, вот всю эту сеть коррупции путинского подкупа мировой элиты вывалить на стол, то никакой стол не выдержит. Поэтому у меня есть сомнения. То есть нужны две предпосылки. Первая предпосылка. Должно быть тотальное поражение путинского режима. И главное, чтобы они не успели все стереть. Это же тоже еще один вопрос. Это должно быть внезапное поражение. Такое, чтобы не успели стереть, не успели все уничтожить. И второе, это политическая воля западной элиты. Не уверен ни в том, ни в другом. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!